Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 марта и сегодня я сниму несколько видеороликов в виде ответов на ваши вопросы, показывая на примере своей рассады. Я уже только что в предыдущем видеоролике сняла, как я провожу медосмотр и как определить с точностью почти 100% нужна ли вашей рассаде подкормка. Следующая тема, очень часто задают вопросы, вот про неприхотливые сорта томатов. Я всегда говорила, что в первом посеве я стараюсь сделать выбор, остановить свой выбор именно на неприхотливых сортах томатов, на толстоногих. И очень часто спрашивают, как узнать, толстоногие они или нет, неприхотливые они или нет. Но, к сожалению, на пачках этого не пишется. Я вот уже всем отвечаю, вы можете только или спросить у более опытных садоводов, огородников, или на собственном опыте, только вырастив. И сейчас я покажу, чем они отличаются и почему я рекомендую только неприхотливые. Вот в этом году я опять, хоть и уговаривала себя 100 раз исключить вот такие вот более высокорослые томаты с первого посева. Вот посев от 26 января. Ну и опять несколько, конечно, насеяла. И вы видите, как они отличаются. Посев в один день, вот это те неприхотливые, которые я всем рекомендую и рекомендую остановить выбор только на них. А вот это уже более такие приближенные к нормальным томатам, они не с толстой ногой, они такие средние. И вы видите, как отличаются. Эти я еще даже не пикировала, вот они стоят в своем лоточке. Тут вот у меня Настя, Демидов. Все они как солдаты в одной паре, вот такой как равномерность посадки. И что главное, компактность посадки. Я еще ничего с ними не делала. Вот месяц после всходов, уже сегодня, завтра будет второй месяц начнется, они все так и сидят в одной лоточке. Те же самые, тот же самый срок посева. Вот, видите, уже распикированный. И видите, что у них совсем другое строение, другая структура растения. Или вот эти мы посмотрим. Ну, это маленькие такие дубки, коротышки. Или вот эти, они уже такие как нормальные. Я их посеяла в одном лотке с толстоногими. Вот, я показывала, что я вот выбрала несколько рядов, сюда распикировала. И в чем заключается неприхотливость? Неприхотливость заключается именно в том, что уже на первых этапах развития они сильно отличаются. Эти еще растут в этом лотке, и им еще не нужна пикировка. Они так и росли бы, если бы были все сорта вот такие, они так и росли бы, вот как эти в одном лотке. А эти еще две недели назад уже потребовали, чтобы я их распикировала. Видите, они какие, они уже все нормальные. Они идут вверх, они идут вширь, они кустятся. И вот сейчас месяц после всходов, они уже все сомкнулись сплошную. Почему я их вынесла сюда? Я вот сейчас делаю им оценку и буду решать, раскладывать их по стаканчикам или подождать еще несколько дней. Ну, потому что уже я всегда говорила, когда лист на лист находит, видите, они уже сплошные, не поймешь, где еще лист. Это значит уже первый сигнал, что нужно еще раз пикировать. Делать перевалку, пикировку, ну, короче, разреживать посевы. Вот это и значит, что неприхотливые это в ранние сроки намного удобнее сеять. Они еще не потребовали ни одной минуты дополнительного времени ухода от меня. Я их как посеяла. Они так сидят в этом лотке, помаленечку растут, взрослеют. Маленькие, толстенькие, аккуратненькие. Они могут еще здесь просидеть неделю, могут просидеть две недели. Вы видите, что даже еще между ними, между рядами есть расстояние. Но вот здесь, где я убрала половину посевов, там они стали немного более в ширину. Есть возможность, они начали раздаваться в ширину. И уже строение у них немножко другое. Но я всегда, ну, я редко, когда вот так оставляю, я всегда высаживаю вот так равномерно, чтобы подольше. Вот, на своем примере я вам показала, почему я рекомендую именно неприхотливые вот эти толстоногие сорта высевать на ранние сроки. Да просто потому, что они ничего не требуют, никакого дополнительного ухода. Их еще можно и не пикировать. Потом один раз распикирую, потом один раз еще по стаканчикам. А вот эти простые сорта, они требуют от вас дополнительного ухода. Я их распикировала, сейчас по стаканчикам буду рассаживать. И они более такие, как... Ну, они уже как настоящие растения будут через месяц. А эти еще будут выглядеть как подростки. Но дело в том, что в этом вторая часть неприхотливости, что потом при высадке на постоянное место, они ведь догонят. Они сильно быстро, так резко дают такой толчок. Они и растолстеют, и раскустятся. И урожай-то они дают не позже, чем вот эти. Просто с этими немножко больше хлопот. Все. Я надеюсь, понятно объяснила, чем они отличаются. Почему их называем неприхотливыми? Даже вот так издалека, если посмотреть, один день посева видно. Или вот эти вот крохи стоят. Или эти уже полудеревья. Ясно, что с этими проще. Их сейчас и пикировать проще, и рассаживать. Они компактненькие такие, маленькие, толстенькие. Ну, а вот с этими я еще хлопота берусь. Я в прошлом году русские колокола и обрезала, переросли и все. Так что вот такие сорта я по-прежнему не советую высаживать в ранние сроки. Хотя сама каждый год, наступая на одни и те же грабли, опять соблазняюсь. Ну, вот хоть несколько штучек. Ну, немножко посажу. Ну, что я не смогу за ними поухаживать. И, как всегда, весной говорю, да нафига я их опять посадила. Все, до свидания.